Добрый вечер всем. Самые лучшие пожелания. Я напоминаю, что с моей точки зрения урок посвящается Люба Бат-Михаэль, моей дорогой жене, ушедшей из жизни, памяти о ней и возвышении ее души. И мы с вами подходим к 9 Абба, дню, который все вспоминают всегда как день разрушения первого храма и день разрушения второго храма. Мне кажется, стоило бы вспоминать и корень всех проблем. Это то, что 9 Абба отказались войти в землю и после года того, как вышли из пустыни, отказались войти в землю и плакали. И Всевышний сказал, что вы плачете просто так. Я сделаю этот день плачем настоящим для вас. И из этого уже вытекают все последующие проблемы. То есть корень всех наших проблем – это нежелание вернуться в землю по той или иной причине, из-за боязни, из-за каких-то обстоятельств. Так что мне кажется, что 9 Абба это стоило бы вспоминать. И мы с вами книга Ихискеля как нельзя лучше подходит для изучения в это время. Мы, конечно, говорим о разрушении Ирушелая, о тех проблемах, которые были в нем. И вот мы с вами возвращаемся к тому месту. Я сейчас попробую сделать Шеа. Возвращаемся к тому месту, на котором мы с вами остановились. И это у нас должен быть конец 11 главы, начало, и начнем с 12 главу. Мы говорили о том, что Ихискель был принесен Грушелаем, видел там преступления, которые совершаются. Мы говорили о том, что преступления показаны с духовной точки зрения. Как бы они действительно в действии совершаются не в материальном мире, они скорее в духовном мире. И Всевышний рассказал Ихискелю о тех проблемах, неверных представлениях, которые распространяются в Ирушелаяме. Люди говорят, люди важнее говорят, что отдалился Бог от земли, не видя с нас Бог. Люди представляют себе пророчество и ремнягу о котле, как предсказание о том, что Ирушелаем выдержит осаду. И вот как-то обо всем этом говорили. И дальше Всевышний переносит на... Я пытаюсь найти это место, где мы с вами были. Вот я вижу малый храм. Мы говорили о том, что такое малый храм. И с точки зрения простой, то, что изгнанники, которые были изгнаны Сихонии, построили Синагогу. Синагогу на береге реки Брат из камней и земли, принесенных из Ирушелаема. И вот дальше в конце 11 главы предсказание. Поэтому скажи так, сказал Бог, все сильные Израилии, соберу вас из народов и подберу вас из стран, где вы были рассеяны, и дам вам землю Израиля. В ответ на то, что в Ирушелаеме есть целый ряд людей, которые обвиняют изгнание Ихонии в том, что они сдали город Ирушелаем, сдали на выходный цару без боя. И говорят им, отдалитесь от Бога, то есть все равно вы подберете без знаний. На это был ответ, что Всевышний будет хранить сыновей Израиля в изгнании и будет им малым храмом. И вот дальше, после этого мы продолжаем. Поэтому скажи так, сказал Бог, все сильные Израилии, соберу вас из народов. То есть, и сохраню вас в изгнании, и когда придет время, соберу вас из народов. И придете туда и удалите из нее, из земли, все мерзости и все гнусности ее. Здесь, почему есть, как бы, это предсказание, уверенность, такая, как бы, картина, которая видится с небес, что вы придете и вы удалите, ну, удалите все мерзости. Я просто пытаюсь понять, тот ли я ковец поднял для вас. Или сейчас пытаюсь понять, тот ли я поднял ковец. Или это тот ковец, с которым будет неудобно работать. Нет, это вроде бы... Секунду одну. Да, спасибо, спасибо, спасибо за терпение. Так. Окей. Да, кажется, тот ковец. И вот откуда, скажем, такая уверенность, если так можно сказать, откуда такая уверенность Всевышнего, что вернетесь в землю, удалите из нее все мерзости и все гнусности ее. Дело в том, что из изгнания, как мы можем представить себе, вернутся не все. Значительная часть народа растворится в изгнании. И об этом, как правило, Тора не говорит напрямую, говорит только так, что мы не всегда это понимаем и не всегда заостряем на это внимание. Как говорится в книге «Говоримы, оставшиеся из вас гниют в земле изгнания». То есть из изгнания возвращаются далеко не все. В изгнание, в принципе, да, с одной стороны Медраж говорит, что неизвестно, нам неизвестно, зачем нужно изгнание. Как бы, да, Всевышний пожалел о том, что он сотворил изгнание. Пожалел о том, что он сотворил изгнание. То есть понятно, что это как бы несказательно, но это указывает на то, что невозможно понять, зачем нужно изгнание. Действительно, что в изгнании можно, чтобы знание можно приобрести, духовный уровень падает, все структуры уже окончательно разрушаются, народ не представляет себя народа, отдельные общины находятся во власти народов мира, живут в таких условиях, когда чужая культура проникает в среду народа. Что обрели? Наверное, что-то приобретается, но самое главное то, что те, у кого есть склонность к чужой культуре, к идолопоклонству, можно сказать, они уходят в чужие народы. Они уходят в чужие народы, они растворяются там, и о них нету речи. Как говорит Невера, что четыре пятых умерли в Египте, те, кто не захотел выходить из Египта, так и в других изгнаниях значительная часть растворяется среди народов. Когда мы с вами читаем такие книги, как Иха или еще более ярком Гелат Эстер, мы ведь говорим о тех людях, которые остались привержены Торе или которые ушли от нее недалеко и в какой-то момент вернулись. Когда, скажем, о Мардыхае люди, которые доносят на него Аману, что он не кланяется, Ахашвирошу доносят, что он не кланяется Аману, они хотели посмотреть, устоят ли его слова, потому что Мардыхай у юди. То есть устоят ли его слова, Мардыхай у юди, а что значит юди? В этом случае это тот, кто соблюдает заповеди, юди в изгнании, это тот, кто соблюдает заповеди, остался привержен своему народу. Все остальные, они не юди, они персы, они кто-то еще, но они не юди. Когда говорит Сангелат Эстер, лех кносит коле иудим, Эстер говорит Мардыхай, иди собери всех евреев, ведь не всех же можно собрать, не все придут. И постановление Амана, оно направлено против тех, кого можно отличить как евреев, а не просто среди тех, которые растворились. Потому что Амана говорит, что есть народ один, у которого законы особые, а законы царя они не соблюдают. Есть народ, у которого законы особые, кто не соблюдает эти законы, они растворились, ушли, их не видно. Голубка, губка, всасывает тех, кто, скажем, чужд по своей природе еврейскому народу и ближе к идолопоклонникам, ближе к тем народам, к их культуре происходит такая мембрана, через которую проходят не все, а проходят те, кто проходят и уходят, те, кто ближе к другим народам. И вот в Галуте действительно происходит это очищение. Мы видим, что действительно в эпоху второго храма нет идолопоклонства, есть другие проблемы. Потом начинаются проблемы с греческой культурой, но возвращаются только люди, которые так или иначе привержены идею служению Богу. Все остальные растворяются. Есть, мы драшим, примеры о, скажем, о уже пророках, которые были уже в Бавиле, и они принявыходные цари, и мы видим, насколько они далеки от своего народа и от идей Торы. И вот это такой момент, как бы между строк, да, и придете туда, то есть в землю вернетесь и удалите из нее и земли все мерзости и все гнусности ее. Те, кто привержен одолопоклонству, те, кто остался привержен одолопоклонству, и те, кто потянулся из одолопоклонства в Бавиле, и они растворятся среди народов и вернутся те, кто удалит все гнусности из страны. «И дам им сердце одно, и дух новый вложу в вас, и устраню сердце каменное из телых, и дам им сердце из плоти и крови». Это тоже великое предсказание, да, на которое стоит обратить внимание, и сразу можем представить себе, попытаться забежать вперед, или давайте лучше сначала рассмотрим то, что есть, потом сделаем выводы. «Дам им сердце одно». Что такое сердце одно? Мы с вами знаем, что из Медраши говорится, что когда Медрашаба, когда сыновья Израиля подошли к горе Синай, они подошли, как один человек, Раша поясняет, одно сердце и одно устремление. То есть сердце здесь – это одно желание. И вот Сизишний говорит, я им дам сердце одно. Они, как они подошли к горе Синай в свое время, да, они поднимутся и выйдут, избавили с одним желанием, с одним устремлением устремиться в землю Израиля. Что мы можем с вами здесь сказать? Да, для того, чтобы была помощь свыше, для того, чтобы у всех сердце пробудилось одно и то же устремление построить храм, вернуться к служению Всевышнего, для этого должна быть какая-то основа внизу. Как говорят каббалисты, и терерута дитата, пробуждение снизу, должно быть для того, чтобы исполнилось такое предсказание. То есть для этого должны все стать и пойти, и проявить элементарное стремление вернуться в землю Израиля. Можем себе представить, что люди в начале Возвращения пойдут, у них будет много сомнений, они будут тащить за собой свой скарб, который им будет жалко бросить, и кто-то будет думать, а не остаться ли, потому что жалко оставить ту поклажу, которую мы с трудом несем. Все это может быть, но люди должны делать первые шаги, и тогда Всевышний поможет и вложит в сердце одно устремление. Как сказал несколько позже пророк Скорья, призывая тех, кто остался в Бавиле уже после декорации Короша, остался в Бавиле после того, как был построен второй храм, восстановлен, он обратился к ним и сказал, вернитесь ко мне, и я вернусь к вам. Всегда Всевышний требует первый шаг для возвращения. Вернитесь ко мне, и я вернусь к вам. Начните идти, и тогда произойдут чудеса, и чудеса в вашем внутреннем мире. То есть никакого насилия, никакого перевертывания человека. Человек должен иметь элементарное желание, тогда Всевышний усилит это желание и поможет ему. А это общий принцип Торина, много раз говорится, и это о многих-многих вещах, и, как говорится в трактате Псахим, откройте мне в вашем сердце дырочку величиной с угольной ушко, с прокол иголки, как бы дырочку с величиной с прокол иголки, и я открою вам бороться, через которые покатятся телеги. То есть разговор о том же, если в вашем сердце появится элементарное желание, чтобы Всевышний вошел в этот мир, и в данном случае вошел в этот мир как процесс возвращения, как чудеса восхращения, откройте одно только увольное отверстие величиной с угольной ушко, и тогда покатятся и телеги, откроются ворота, через которые покатятся телеги. И дам им сердце одно. Дам им сердце одно. Вот сейчас нужно для того, чтобы исполнилось пророчество, нужно элементарное желание вернуться. Дух новый вложу, дух новый вложу у вас. Что за дух? Дух, сердце одно, одно желание, без желания вернуться. Дух новый – это стремление ко Всевышнему, не просто желание вернуться для того, чтобы начать обрабатывать свою землю, устроиться заново на земле отцов. Нет, дух плюс к этому, плюс стремление вернуться. Дух новый – стремление ко Всевышнему. И устраню сердце каменное из тел их, и дам им сердце из плоти и крови. В Торе говорится подобная же фраза. Но самое главное то, что… А что здесь? То есть нужно понять каждое слово, как бы найти ему место. И сердце каменное. Что же такое сердце каменное? Мы понимаем, сердце не отзывчивое, не чувствующее чужую беду. Вряд ли оно не чувствует свою беду, хотя оно и каменное, чужую беду, чужие проблемы оно не чувствует. И оно будет заменено на сердце из плоти и крови. То есть сердце, которое переживает и сопереживает на таком уровне, когда речь идет о плоти и крови, то есть о простых материальных проблемах другого человека. Мы знаем, что есть правило, что нужно заводиться о своей душе и о теле своего ближнего. Прежде всего, я, конечно, тоже, но теле прежде всего, то есть сначала нужно ближнему помочь, вытащить его из тяжелого положения, потом учить его и наставлять, и приближать к Торе. Но для этого нужно прежде всего чувствительное сердце, которое чувствует проблемы ближнего. И как бы мы не рассуждали, Всевышний видит так, что в галуте сердце каменеет. Возможно, и даже можно сказать, что точно можно сказать, что сердце начало каменеть еще в Израиле, на земле Израиля, и недаром пророкию упрекают, тот же пророк Ишайяву или Мияву постоянно упрекают, что нет справедливого суда и нету милости. Двух этих столбов, на которых держится все общество, и которые прежде всего есть, так можно сказать, важны Всевышнему, их нету справедливости, милости, справедливости и милости отсутствуют. И сердце начинает грубеть, грубеть. Но в галуте оно не становится, в галуте оно не становится более чувствительным, оно там продолжает грубеть. И, скажем, если кто-то может сказать, что это не совсем так, что люди очень теплые, люди помогают очень друг другу, все это замечательно. Но и возможно, что из этого правила есть исключение, как из каждого правила. Но мы можем представить себе, что в галуте появляется большая разрузность между общинами и течениями. Далеко не всегда люди из одной общины и одного течения будут помогать людям из другого течения или из другой общины по одной простой причине, что они их просто не понимают. Я просто думаю рассказать рассказы, это такая притча, притча, рассказ, действительно рассказ, которым часто возвращается Раджи Фултанович через беседы с одним Хасином, который пригласил его на субботу, и все было очень хорошо. И он спросил его, вот все у вас хорошо, но как же с Иават Исраэль, с любовью ко всему Израилю? И Хасин ему говорит, ну посмотри, у нас же есть любовь ко всему Израилю. Он говорит, нет, я говорю обо всем Израиле, обо всех израильтян. Он ему говорит, так разве же это сыновья Израиля, Ават Исраэль? Ават Исраэль, а это же не сыновья Израиля. То есть есть довольно большое разделение между общинными течениями и разными людьми. И уж в этом плане точно здесь можно говорить об этом. Как же, если кто-то приведет примеры противоположные, все очень может быть. Но, как всегда, пророки говорят не о тенденции. О тенденции общие, что в Галуте сердце черствеет, люди перестают понимать друг друга, перестают быть такими же, такими отзывчивыми, насколько это требует Тора. Что нам говорится еще здесь в конце, то, что нам важно, то, что мерзости и густости, и сердце одно, и плоти, и крови. А вот в 20-м предложении, я прошу прощения, что у меня здесь лишнее для наших занятий текст, «Чтобы постановления моим ходили, и законы мои хранили, и поступали по ним, и будут не народом, и я буду им сесильным». То есть вложу в них новый дух, новый дух, и дам им сердце, дам им сердце из плоти и крови, чтобы постановления моим ходили, и законы мои хранили. «Постановления мои – это то, что связывает человека и Всевышнего, то, что мы называем хутин, а законы мои – это мишпатин, это суды, то, что связывает человека и человека. И мы понимаем, что здесь нужен новый дух, и нужно сердце из плоти и крови, чувствительное по отношению к другим людям, для того, чтобы соблюдать законы, которые связывают человека и человека. «А на тех, у кого сердце тянется к сердцу мерзости и гнусности, по путям их приведу я, наказание на голову ее сказал Бог Всесильный». То есть мы здесь еще раз видим, что никому насильно нельзя вложить новое сердце, никого нельзя вдохнуть в новый дух насильно, только если у человека есть желание. А если у него нет желания, то наказание и наказание и будет, на них придет наказание. И самое страшное наказание – и знание то, что люди уходят от народа и растворяются в чужом народе. Все это говорится Ихискеэлю, все эти слова говорятся Ихискеэлю, когда еще колесница стоит перед ним, и подняли ангелы, керубы крылья их, и колеса поднялись вместе с ними, то есть он слышит голос исходящий как бы над небесами от того, кто сидит на престоле над небесами, а теперь он замолкает, и ангелы кругимых крыльев, и подняли ангелы кругимых крыльев, и колеса поднялись вместе с ними, и слава Всесильного Израиля на них сверху. Слава Всесильному Израиля, мы с вами сказали, что это свет, свет, который раньше был на кругим, которые были в храме, он перешел на тех кругим, которые есть на колеснице, и сейчас эта колесница, она оставит храм, и начнет, она оставит храм, и мы с вами сказали, что свет сам по себе уходит до будущих времен, до восстановления храма, поднимается на небеса, а есть, так сказать, можно сказать, менее сильная щена, которую представляет колесница, она остается с народом, она остается в Бавиле, в изгнании сыновьями Израиля, но тот свет, который был в мире, когда стоял храм, он уходит на небеса, в будущем он вернется, мы, по-моему, с вами упоминали, что колесница остановилась, как говорят мудрецы, на горе Зейтим, и оттуда свет поднялся на, так сказать, поднялся на небеса, и оттуда же будет возвращение, как говорит ученик Ихискейля, 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 он говорит, Ихискейля, будут стоять ноги, ноги Бога на горе Зейтим, то есть, как бы, образ такой, что Всевышний, за горы Зейтим, начнет возвращение в храм, оттуда, оттуда, не будем говорить он, скажем, его свет, его великое присутствие спустится на гору Зейтим, и оттуда оно начнет двигаться в сторону храма, тем же путем, которым оно и ушло, как оно ушло через восточные ворота, так через восточные ворота оно и вернется, и об этом нам скажет Ихискейль в 48 главе. И понес меня ветер, и принес в костин, к изгнанникам, и поднялся, слава Богу, над городом, и встала на горе, которая к востоку от города. Вот я забежал вперед, гора, которая к востоку от города, это гора Зейтим. И слава Богу, свет остался там, а колесница, дух Всевышнего принес колесницы, и дух Всевышнего, или скажем, дух, связанный с колесницей, принес Ихискейль в Каздим, принес к халдеям, к изгнанникам, и случилось это видение после Духа Всесильного, и отошло от меня видение, которое я видел. То есть она рассказывает о том, что его тело осталось там, в Бавиле, там, где он сидел перед старейшинами, которые пришли к нему, его тело осталось там, путешествовала его душа. И говорил я изгнанникам о всех делах Бога, которые он показал мне. Все, что дается пророкам, это дается для того, чтобы рассказать о норьян Израиля, поведать им. Ничего, практически никакое пророчество не дается пророку для него самого, чтобы он возвышался, чтобы он поднимался, приближался ко Всевышнему, а не приближался на вере Израиля. Другое дело, что он может понимать какую-то глубину, которую сыновья Израиля, то есть мы с вами не в состоянии до конца понять, может быть, где-то можем почувствовать ее, зацепиться до нее, но не понимаем всех деталей и глубины его пророчества. Это другое дело. В принципе, нет пророчества, которое дается одному человеку. Так же, как тоже дана была Маше, чтобы он ее принес народу, так и любое пророчество дается, чтобы пророк его распространил в народе. Здесь еще нужно подчеркнуть, что для того, чтобы донести до изгнанников от видения, которое было дано Ехицкеллю, со всеми предупреждениями, которые были даны ему, нужно было говорить со многими людьми в разных местах. И эта роль или эта задача ложится на плечи учеников пророка. Он не может путешествовать везде и повсюду. Он часто не может оставить то место, в котором он находится. Ученики его он поручает ученикам, и они несут его пророчества другим людям, и они несут его пророчества в разные места. Здесь мы с вами справились, надеюсь, с 11 главой, справились в том смысле, что мы можем прочесть ее текст, понять, что происходит, что происходит с колесницей, что это за, слава Богу, которая переходит на колесницу. мы можем понять, что такое дам вам сердце одно, и что такое дух новый вложу в вас, и что такое сердце уберу в вас, сердце из камня, дам сердце из плоти и крови. И как-то эти моменты, я надеюсь, они начинают для нас читаться, быть более-менее хотя бы относительно понятными. И мы переходим с вами к 12 главе, и обязательно оставим немножко времени на вопросы. И было слово Бога ко мне, чтобы сказать, сын человека, в доме мятежном живешь ты среди людей, у которых есть глаза, чтобы видеть, но они не видели, у которых есть уши, чтобы слушать, но они не слушали и в дом мятежный они. Еще Мишаягу где-то за 140 лет, может быть, до Ихискеля Всевышний предупреждал его, что проблема сыновей Израиля в том, что они смотреть, смотрят, но не видят, слушают, слушают, но не слышат. и не понимают. Речь, прежде всего, идет о словах пророков, об обращении пророков к каждому поколению, когда слова пророков остаются непоняты. все, что говорилось до сих пор, все, что было сделано до сих пор, все знаки, которые дал Ихискель, мы видели, что они произвели впечатление на старейшин, старейшины пришли спросить Ихискелю, что эти знаки обозначают, в ответ ему были показаны страшные дела, которые творятся Иерушалай, и об этом он рассказал, в ответ ему было показано, что божественное присутствие уходит и оставляет храм Иерушалай, и об этом он тоже рассказал, и это, конечно, производит впечатление, остается совсем без внимания, но выводов никаких никто не делает, и никто не спрашивает у пророка, а что же нам сделать, что же нам сделать, ведь пророчество дается, потому что еще можно предотвратить беду, иначе бы никто к нам не обращался, никто бы не показывал нам все эти великие картины, если бы уже ничего остановить нельзя было, что-то, наверное, можно сделать, скажи, что можно сделать, эти слова не звучат, как бы ни было сильного впечатления от пророка, не понимают, что нужно что-то делать, нужно поменять как-то свое мировоззрение, нужно поменять стратегию, естественно, что как бы шансы вот так вот исправить что-то, они не очень велики, но с другой стороны, если люди сделают реальные шаги, то будет помощь слыша, и, возможно, можно будет еще предотвратить разрушение Ярушалайна. Никто не делает выводы, и Всевышний дает еще еще один знак, знак, который нужен и для того, чтобы поняли и попытались что-то изменить, и знак, который как предсказание, как было сказано, что если не поймут, то хотя бы после разрушения храма будут знать, что пророк был среди них, что он точно предсказал все, что случится, и уж по крайней мере после разрушения храма нужно вернуться к тому, чтобы слушать пророков, нужно вернуться к тому, чтобы следовать словам Торы. То есть этот знак либо для того, чтобы поняли и остановились, либо для того, чтобы поняли, что пророк был среди них после разрушения храма. Сын человека в доме мятежном живешь, ты среди людей, у которых есть глаза, чтобы видеть, но они не видят, у которых есть уши, чтобы слышать, но они не слышали, не слушали, И в дом мятежный они. А ты, сын человека, приготовь для себя то, что необходимо изгнаннику. Ты дашь им еще один знак. Еще один знак, может быть, все отступая назад и назад. До сих пор говорили о том, что Шхена оставляет и ушла, и, может быть, можно предотвратить это. Сейчас вот знак несколько другой. Приготовь для себя то, что необходимо изгнаннику. Собегая вперед, можно сказать, что речь пойдет в два пласта, как часто бывает у Ихескина. Один пласт – это предсказание о том, как царь Циткиягу убежит из города и как он будет схвачен халдеями. Мы знаем, что Циткиягу в тот момент, когда халдея проломили стену и начали продвигаться в городе, он попытался убежать из города через подземный ход. Однако халдеи его поймали. Агада и Хараба рассказывают о том, что Всевышний послал лань, которая бежала над этим ходом, как бы над головой Циткиягу. Но халдеи погнали за этой ланью для того, чтобы поймать ее. И в тот момент, когда Циткиягу вышел из этого хода подземного вместе со своими приближенными, халдеи увидели его и схватили его. И сейчас будет предсказание о том, как Циткиягу пытается убежать из города. И второй класс – это то, что почти до самого последнего момента на выходный царь поставит условие, что тот, кто выйдет из города, он останется в живых. По крайней мере, у него будет шанс остаться в живых. Это будет условие на выходный царь. Мы знаем, что римляне после того, как первый раз Таран ударял стены города, они уже никого не щадили, ни с кем не считали здесь. Если только не было отдельного приказа какого-то, в принципе, они не принимали никаких соглашений. Здесь немножко по-другому на выходный царь. При всей его жестокости он готов взять в плен, увезти в Бабель всех, кто выйдет из Иерушалайма до последнего момента. Вот эти два пласта в этом знаке, который сейчас будет дан через Ихискелия. Ихискелия. И уйди в изгнание днем у них на глазах. Приготовь все необходимое изгнание, положи это возле дома на пороге, чтобы все видели, что здесь человек собирается уходить из города. И уйди в изгнание днем у них на глазах. То есть, когда тебя видят в светлое время, пойди как изгнание, приближайся к стене города и уйди в изгнание днем у них на глазах. То есть, выйдешь из города, может быть, увидят они и поймут, что дом мятежный они. Может быть, они поймут, что у них еще остается последний шанс на спасение уже не у народа, а у каждого и каждого, кто согласится покориться на выходный царю. И вынесешь днем у них на глазах, собранное тобой, как поклажу изгнанника. И выйдешь в дорогу вечером у них на глазах, как уходящие в изгнание. Вечером, но чтобы они тебя еще видели на глазах у них все-таки. У них на виха раба говорится, что значит, как уходящие в изгнание. Их, если бы было велено взять с собой мешок с мукой, который ночью можно класть под голову, миску из которой можно есть и пить ложку, чтобы замешивать тесто, подстилку, на которой можно сидеть и спать. А так говорится в их раба, то, что он должен был взять с собой. У них на глазах, сделай лаз в стене и вынеси через него свою поклажу. Нужно сделать подкоп в стене города и выйти через этот подкоп, но не через ворота. У них на глазах на плече понесешь в темноте, вынесешь из города поклажу свою, уже в темноте ты уйдешь, но только чтобы ты начал выходить у них на глазах, когда еще светло, лицо свое прикроешь и не будешь видеть земли под ногами своими. То есть почему человек прикрывает свое лицо, когда уже темно или когда уже темнеет? Зачем ему прикрывать свое лицо? Для того, чтобы не видеть то, что творится вокруг. Не те пожары, которые горят, не те трупы, которые лежат. Он не хочет все это видеть. Ему страшно все это видеть. Я сделал, как было мне велено, собранное вновь вынес из дома, как поклажу из гнаника днем, а вечером сделал себе лаз в стене руками и в темноте вынес поклажу на плече и понес он их на глазах, когда еще меня видит, в сумминках понес эту поклажу, пробравшись через этот лаз. И было ко мне Слово Бога утром, и так было сказано. Сын человека, неужели не сказал тебе дом Израиля, дом мятежный, что ты делаешь? Такое же удивление, как в начале книги Всевышнего, когда Ихискель сидит семь дней в Тель-Авиве, никто не подходит к нему. Так и здесь. Ну, увидели его, но посмотрели. Ну, может быть, удивились, но никто не спросил, что ты делаешь? Что это для нас значит и что из этого следует? Скажи им, так сказал Бог Всесильный, управители в Иерушалайе. Они не спросили, ты распространись сам, как мы говорили через своих учеников. Так сказал Бог Всесильный, управители в Иерушалайе, пророчество это, и обо всем доме Израиля, обо всех, принадлежащих к нему. Да, то есть, управители в Иерушалайе, в том смысле, что он попытается убежать. Обо всем доме Израиля, как мы сказали, что до последнего момента будет возможность выйти и оставить Иерушалайем. Если не сто процентов, как говорят, то, по крайней мере, имеет шанс остаться живых. И скажи, я знамение ваше, как я сделал, так будет сделано им, и в изгнание в плен пойдут они. Я знамение, я не знаю, здесь, может быть, не надо большой буквы, или это прямая речь, но в любом случае имеется в пророк. Я знамение ваше, то есть, в том смысле, что я сделал, то произойдет с вами. То произойдет с вами. Тот, кто убежит из города, останется жив. И правитель, который среди них на плече, понесет в темноте поклажу свою, и выйдет в стене, сделает нас, чтобы вывести правителя через него. Лицо свое закроет, чтобы не видеть ему обостушение земли этой глазами своим. Так, как мы сказали, лицо закрывает, не потому что, чтобы его не узнали, или что-то, он уже уйдет и выходит уже в темноте, в сумерках, убегает. А для того, чтобы не видеть то, что вокруг него. Потому что правитель, прежде всего, отвечает за то, что произошло. Ему будет стыдно, то, что он привел ко всему этому опустошению и ко всем этим многочисленным смертям и гибели многих людей. «И расставлю я седьмую на него, правитель, и будет поймем он в стенета мои, и переведу его в Бабель, землю халдеев, но он не увидит, и там умрет». Предсказание о том, что святки Яву приведут в город Ревлата, который находится на границе земли Израиля. Там будет на выходный царь. И там он будет судить его за то, что он нарушил клятву, которую он дал ему с именем Средишнего. И там он ослепит его, прежде он умрет на глазах у него, его сыновей, а затем он ослепит его и отведет его уже в Бабель, где он умрет. То есть он придет в землю Бабеля, но Бабеля он не увидит, потому что в Ревлате он будет ослеплен. И все люди, которые хотя бы в какой-то степени сохранят веру и сохранят приверженность Всевышнему, они, конечно, вспомнят это пророчество и вспомнят то, что все было предсказано совершенно точно, все события были предсказаны совершенно точно до того, как они произошли. И как, опять же, было сказано, и будут знать, что пророк был среди них. И узнают, что я Бог, когда рассею я их среди народов и развроцаю их по странам. То есть я Бог сдержал свое обещание. Как бы казалось, что это невозможно, что таким образом будет разрушен Вечный Союз с сыновьями Израиля. Они будут изнаны из земли, потеряют связь с Богом, не смогут соблюдать закон, потому что будут отданы во власть других народов. Что же это такое? Все, как бы мир должен рухнуть, если он стоит на сторе, если он стоит на соблюдении, если он стоит на прямой связи с Богом, который, возможно, только на земле Израиля. Все должно было бы рухнуть. Это невозможно, так многие думали, но я сделал, я вас рассею среди народов и бросаю по странам. И оставлю из них небольшое число людей, которые убедут от меча, от голода, от мора, чтобы рассказывали о всех мерзностях своих среди народов, которые придут и будут знать, что я Бог. И было слово Бога ко мне, чтобы сказать, сын человека, хлеб твой с дрожью есть, с дрожью есть будешь, а воду свою в смятении и тревоге не будешь. Но здесь мы с вами, я предлагаю остановиться и обсудить то, что мы с вами наговорили. Я очень надеюсь, что в конце не забывается то, что мы говорили в начале, и те вопросы, которые остались, я готов попытаться с вами обсудить. Давайте я сейчас остановлю шею, я буду видеть всех вас на экране. И, пожалуйста, вопросы, возражения, добавления, все принимается с благодарностью. Все, 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 все совершенно. Тогда я спрашиваю. Обязательно, конечно, почему? Конечно. Вы говорили в начале, цель Галута – это отсеять неподобающих евреев определенным образом. А как раз в конце есть некоторый намек на какую-то другую еще функцию. Будете рассказывать обо мне народах. Кстати, и в Мегилат Иштер, который упоминали, там тоже были такие, которые, неважно, по какой причине, в результате, где ходили, то есть, ну, как бы, приблизились к евреям, но не евреям. Думаете вы, что это вот вторая функция, она важна тоже, что рассказывается о всевышлении других народов, распространять эту идею, что у изгнания есть такая цель? Да, да, безусловно, конечно, конечно и конечно. Я не имел в виду, что это единственная цель, единственная цель изгнания, безусловно, да. Я только имел в виду, что, как ни удивительно, да, это одна из целей изгнания, чтобы ушли те, кто не привязан всем сердцем народу. Конечно, есть другие цели, да, и тот стих, о котором мы с вами, тот стих, о котором вы говорите, что вы будете рассказывать другим народам, здесь мне кажется, что нету простого понимания, да, вот в каком плане, да, если мы пытаемся представить реалии, то сыновья Израиля, они, никто их не спрашивает об их грехах, и то, как мы знаем, не подходит и не спрашивает, а за что же вы были, за что же вы были изгнаны, да. Скорее всего, само пребывание в изгнании, оно свидетельство того, что что-то с нами не в порядке, что-то произошло, что-то произошло страшное, да. Вот, а это как бы все понимают, да, и это все понимают, да, и здесь я бы, да, и не понимая даже в чем дело, не понимая в чем наше преступление, да, обвиняют нас и уверены, что мы совершили что-то, мы совершили что-то страшное. То есть, наверное, это действительно так, да, что совершили что-то очень страшное, потому что были изгнаны из земли Израиля, но что именно, да, не очень-то мы рассказываем, а скорее другие за нас до дома будут рассказывать, так же, как, скажем, христиане и мусульмане обвиняют нас во всех смертных грехах, да. И в Кузаре, да, в Кузаре, как вы помните, да, Равида Алиби, он выразил эту мысль таким образом, да, что когда казацкий царь спрашивает, а нет ли здесь еще какого-то народа, ему говорят, ну, здесь есть евреи, но само бедственное положение доказывает, что у них нету истины, да. То есть, я думаю, что рассказ, основной наш рассказ – это то бедственное положение, в котором мы находимся в Галуте. По крайней мере, это было верно до начала XIX века, когда, в общем-то, началась уже эпоха Возрождения, и все, как бы, отношение или соотношение сил в мире, оно изменилось, да. Наше бедственное положение для того, как возникло государству Израиля, оно само по себе свидетельствовало, что что-то с нами не в порядке, да. А уже народы, как бы, додумывали до нас, что с нами не в порядке. Мне так кажется, да, что здесь вот такой вход, как очень непрямой, да, потому что трудно представить себе, что люди там встречаются где-то на улице и сидят за столом. Вот евреи рассказывают нееврейскому окружению, как же мы согрешили, да. Согласны или нет? Хотите сказать что-то по-другому? Скажите. Я просто исходя из реалий попытался представить вот такую картину. Есть у Нехамы еще вопросы или кто-то что-то хочет спросить еще? Рафзеев, вы вначале сказали, или во всяком случае, я вас так понял, возможно, неправильно, что как бы вот те, которые остаются в Галуте, они как бы уходят от народа. Вот. И там от Торы и так далее. Но вот так ли это, так сказать, и так ли это было, и так ли это сейчас? Да, возможно, что я не совсем четко выразил мысль, то, что я имел в виду, что процесс ухода от народа, он постоянно продолжается в Галуте. Мы, слава Богу, мы знаем о героизме сыновей Израиля, о наших предков, о самопожертвовании, о том, как жертвовали для того, чтобы только отказываясь креститься, отказываясь принять чужую веру. Мы все эти истории знаем. К великому сожалению, есть другие истории, есть большое число евреев, которые на протяжении веков крестились, ушли от народа. И уход от народа, он, конечно, был совершенно потрясающий, совершенно сильный этот процесс, начиная с середины XIX века, может быть, где-то с 60-х годов XIX века, когда за пару десятилетий буквально и большая часть тех, кто донес Тору, пронес Тору через весь Галут, остался верен своему народу, не ушел другим народам. За эти два десятилетия большая часть, больше половины отошла от Тора, от судения незаконов, стали людьми чужой культуры, которые далеко не совсем понимают, о чем говорит Тора, забыли о возвращении, о земле Израиля, появилось несколько течений, и начал развиваться реформизм. И, скажем, это в западном мире, и в западном мире также оскала, просвещение не в самой лучшей форме. Просвещение ничего плохого несет в себе, но просвещение развивалось как нечто, противоставляющее себя иудаизму. И все эти процессы начали происходить. И я имел в виду эти процессы, которые происходят на протяжении всего Галута, всего изгнания. Что будет дальше, трудно сказать. Но в Галуте значительная часть людей, которые и как можно представить себе, что это люди, которые недостаточно сильно были привязаны к Тории, к идее Всевышнего, единого Бога, все эти люди, они ушли и перестали быть частью народа. В эпоху возвращения, так сказать, есть очень интересный момент, что по закону государства Израиля формально еврей, принявший христианство, он не имеет права на возвращение. То есть смотрит на него как на человека, который ушел от молода, так на него смотрит государственный закон. Вот это то, что можно сказать. Я боюсь очень говорить на эту тему, потому что она тема, она очень трудная. Есть евреи, которые ушли в христианство, они возвращаются, и слава Богу, что они возвращаются, и так далее, и так далее. Но глобально говоря, что есть тенденция, как бы очень сильная, ухода от своего народа в Калуте смешения, ассимиляции с окружающим народом, с окружающими народами на протяжении всех веков. Это то, что я даже не имею в виду. Но есть, с другой стороны, во всяком случае, в России часть евреев, которые возвращаются к Торе, будучи абсолютно ассимилированными, не обязательно они заигрывали в какое-то время с христианством. Они могли быть просто, так сказать, без религии, что называется. А в последние десятилетия идет процесс, достаточно активный процесс возвращения. Причем я часто посещал подмосковную Ишиву и видел, что там достаточно много и геров, так сказать. Геры – это другая история. Наверное, это мембрана, она работает без стороны. И есть высказание, которое говорится, что Всевышний не Россия, усыновей Израиля среди народов, а только для того, чтобы пришли геры. То есть во всех этих высказаниях не нужно видеть абсолютную истину, а нужно видеть некоторые тенденции. То, что люди возвращаются, ну, слава Богу, то, что они возвращаются. К сожалению, не все возвращаются. Часть ушла уже давно и осталась от своего народа, ушла давно. И, наконец, есть еще, я думаю, что немаленькая часть соблюдающих евреев и так далее, которые ждут Машиха и сидят себе, так сказать, в Монсе и во всех остальных местах. Я не думаю, что они делают правильно, но... Это другой вопрос. Но сказать, что они там уходят, ушли от народа, я думаю, что это слишком сильно сказать. Ну, так значит, не о них речь. Я бы, конечно, не хотел бы говорить о них в этом плане. Ушли, ушли, как бы, и все, и растворились. Я прошу прощения телефона и отвечу, потом звонить. Вот, так что... Да. Я, как бы, да... Как бы, вы решили поставить их под вопрос, как бы, или задать вносить в них вопрос. Я, как бы, не имел в виду, по-простому, есть люди, которые уходят от Всевышнего, от идеи единого Бога и расстраяются в других народах. Вот, и точка. А что там происходит с хатидами в Монсе, это требует отдельного рассмотрения. Право ли то, что они сидят в Монсе, на мой взгляд, совершенно неправы с точки зрения галактической. Вот, но это не те люди, которые оставили идею Бога, бросили ее совершенно. Ясно, что речь была не о них, короче говоря. Речь нет, речь не о них, нет. Спасибо. Окей, хорошо. Есть что-то еще, что спросить? Или мы... Вот, я благодарю всех за внимание. Мне по-прежнему кажется, что мы занимаемся очень важными вещами, хотя и очень тонкими, вот, и требующими еще рассмотрения. Но, по крайней мере, первое знакомство с текстом на довольно глубоком уровне, мне кажется, оно очень-очень полезно нам. Хорошо. Спасибо большое всем. Вот. Что был построен храм, если не в субботу, на который приходят с 9-го, то сразу после субботы. в Йом-решон. В Йом-решон. Ну, если... В Йом-решон. А, пост будет Йом-решон. Ну, тогда в Йом-ши-нис. Гам-у-лех. То? Окей. Трудно строить пост, ты хочешь сказать? Нет, нетрудно. Есть люди, Женя Шнитман вообще не постится в нас в синагоге, и сказал, офиг ли поститься, бери лопату и иди строить. Ну, он решительный парень. Ну, на самом деле, я знаю многих людей, которые не постятся вообще эти четыре поста. А, да. Просто так, да, вот из сионистских таких семей несколько поколений в Израиле, они когда-то, это образовалось государство израиль, решили, что уже пора прекращать. Они реально не постят. Ну, еще там что-то. Я встречалась с такими. Ну, может быть, цура должна быть другая. Может быть, должно быть все-таки изменено, как это было всегда в Галуте. Должно быть как-то... Ну, смотри, я также слышала от очень серьезных роликов, что у них есть проблемы в чтении кинот, например, некоторых. Ну, да, это да. А твой город, который, то самое, разрушен до основания, и ты смотришь... Да, это да, это что-то не то. Да, это что-то не то. Да, но, как сказать, ищут какие-то... Ищут какие-то этому смысловые... Да. Я за то, чтобы каждый по-своему, но чтобы у всех было одно сердце, как сказать, это правильно. Правильно. Хорошо. Спасибо большое. Всем счастливого пока. Всем счастливого. Спасибо. 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 Продолжение следует...